Лекция номер три. Функции социального обеспечения и система права социального обеспечения. Начнем с вами рассматривать данную лекцию с вопроса, касающегося функций социального обеспечения. Роль и место социального обеспечения в жизни общества обуславливается тем, какие функции оно выполняет, какие основные проблемы общества позволяют решить. Это обстоятельство отмечают большинство ученых, причем каких-либо существенных разногласий во взглядах специалистов по поводу количества функций социального обеспечения и их содержания не существует. В общей теории права преобладает мнение о том, что функции права – это направление правового воздействия на общественные отношения посредством решения совокупности однородных задач, объединенных единой целью. Из проведенной дефиниции видно, что стержнем функции является цель. В связи с этим функции социального обеспечения как общественно полезной деятельности также формулировались, исходя из целей социальной политики государства. Среди них следует выделить следующее. Первая – экономическая функция, далее – защитная, политическая функция, социально-реабилитационная, демографическая и производственная. Одной из важнейших функций социального обеспечения является экономическая функция. Она заключается в полном или частичном замещении заработка или иного источника дохода, утраченного в связи с возрастом, нетрудоспособностью или потери кормильца, частичном возмещении дополнительных расходов при наступлении определенных жизненных обстоятельств, а также оказание дополнительной материальной денежной или натуральной помощи малоимущим гражданам. Ее сущность состоит в том, что государство использует социальное обеспечение в качестве одного из способов распределения части валового внутреннего продукта, тем самым оказывая определенное воздействие на выравнивание личных доходов граждан путем предоставления материальных благ определенным категориям лиц при наступлении у них социально значимых обстоятельств, признаваемых государством, таких как болезнь, инвалидность, старость, наличие детей и т.д. Эта функция реализуется через перераспределение валового внутреннего продукта путем аккумуляции финансовых средств в государственные внебюджетные фонды. Следующая функция – защитная. Защитная функция предполагает как экономические меры со стороны субъектов социального обеспечения, так и правовые методы. Защитная функция социального обеспечения реализуется отраслями как публичного, так и частного характера. Право социального обеспечения, как я уже говорила, относится к числу публичных отраслей. В социальном обеспечении имеет место два разных защитных явления. Во-первых, это охрана социальных прав и защита социальных прав. При этом охрана социальных прав – это совокупность различных взаимосвязанных между собой мер, осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления и общественными объединениями, направленными на предупреждение нарушений социальных прав человека либо устранение препятствий, не являющихся правонарушениями. Под защитой же социальных прав понимается принудительный в отношении обязанного лица законный способ восстановления нарушенного права человека либо самим управомоченным лицом, либо компетентными органами. Следующая функция – социально-реабилитационная, направлена на восстановление общественного статуса нетудоспособных граждан и других социально ослабленных групп населения путем предоставления им различных видов социального обеспечения и социальных услуг с целью предупреждения обнищании и поддержания достойного уровня жизни. С помощью социально-реабилитационной функции осуществляется и реабилитационное направление социального обеспечения, целью которого является восстановление полной жизнедеятельности человека, позволяющее ему учиться, работать, общаться с другими людьми, самостоятельно себя обслуживать. Следующая функция – политическая. Способствует поддержанию стабильности в обществе, в котором имеются значительные различия в уровне жизни различных слоев населения. Данная функция позволяет государству специфическим для социального обеспечения средствами реализовывать основные направления социальной политики. Так, статья 7 Конституции РФ закрепляет положение о том, что Россия – это социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Пока что это положение лишь провозглашено. По официальной статистике, сегодня около 30% работающих граждан имеют доходы на уровне прожиточного минимума. Некоторые имеют даже доходы ниже прожиточного минимума. От того, насколько эффективно социальное обеспечение выполняет свою политическую функцию, зависит состояние социального покоя в обществе. Социальная напряженность в обществе на современном этапе свидетельствует о том, что состояние российской системы социального обеспечения не отвечает потребностям населения. Следующая функция – демографическая. Предназначена стимулировать воспроизводство народа-населения, что жизненно необходимо для развития и деятельности общества и государства. Она реализуется посредством воздействия системы социального обеспечения на многие демографические процессы. Это продолжительность жизни населения, стимулирование рождаемости и т.д. Так, крайне низкий уровень пенсионного обеспечения, прижедший к резкому сокращению потребления пенсионерами, стал причиной высокой смертности лиц пожилого возраста. Отсутствие эффективной системы социальной помощи семьям с детьми, безусловно, влечет в снижение рождаемости и другие отрицательные последствия. Социальное обеспечение связано с общественным производством и влияет на него. Это влияние составляет его производственную функцию и выражается в том, что право на многие виды социального обеспечения обусловлено трудовой деятельностью, а уровень обеспечения зачастую зависит от ее характера и размера вознаграждения за труд. По мере все большего внедрения в жизнь принципов социального страхования, это влияние будет возрастать, поскольку усилится стимулирующее значение социального обеспечения для повышения производительности труда и профессионального мастерства работающих. Социальное обеспечение способствует также своевременному выводу из общественного производства стареющей рабочей силы, а также лиц, которые потеряли способность трудиться. Наряду с рассмотренными выше функциями социального обеспечения, некоторые специалисты указывают и на другие. Так Шейхаддинов обосновывает еще и духовно-идеологическую функцию социального обеспечения, в составе которой он выделяет идеологическую, моральную и социально-психологическую подфункции. Таким образом, социальное обеспечение осуществляет различные функции, воздействует на общественные отношения в разных направлениях и с помощью экономических, политических и юридических средств выполняет свое предназначение, то есть создает достойные условия существования человека. Это мы с вами первый подвопрос функции социального обеспечения рассмотрели и переходим ко второму вопросу «Система права социального обеспечения». Качественная однородность той или иной сферы общественных отношений вызывает к жизни соответствующую отрасль права и наоборот наличие или отсутствие той или иной отрасли права зависит от наличия или отсутствия соответствующих областей общественных отношений, которые нуждаются в правовом регулировании. Отрасль не придумывается, а рождается из социальных и практических потребностей. Отрасль права – это наиболее крупное звено структуры права, которое охватывает качественно особые виды общественных отношений, которые по своему глубинному экономическому, социально-политическому содержанию требуют обособленного юридически своеобразного регулирования. Выделение отрасли права предрешает объективная необходимость. Законодатель лишь осознает и оформляет эту потребность. Для образования самостоятельной отрасли права имеет значение следующие условия. Во-первых, это степень своеобразия тех или иных отношений. Во-вторых, их удельный вес. В-третьих, невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей права. Далее, необходимость применения особенного метода правового регулирования. Указанным условием отвечает и право социального обеспечения, как самостоятельная отрасль права. Как и право в целом, право социального обеспечения представляет собой сложную систему. В науке общепринято считать, что система – это совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную целостность и единство. Как утверждают Блауберг и Юдин, ее характеризует наличие связи между элементами, целостность и обусловленная ими устойчивая структура. В свою очередь, структура – это строение и внутренняя форма организации системы, выступающая как единство между ее элементами. Структура – это атрибут всех реально существующих объектов и систем. Таким образом, структурными элементами системы права социального обеспечения являются норма права, институт права, субинститут и подотрасль права. Правовая норма – это первичный элемент системы права социального обеспечения. Это исходящее от государства общеобязательное правило поведения властного характера. Правовые нормы, регулирующие общественные отношения одного вида в рамках рода, объединяются в институт отрасли права социального обеспечения. Таким образом, институт отрасли – это сравнительно небольшая устойчивая группа правовых норм. Если юридическая норма – это исходный элемент, живая клеточка правовой материи, то правовой институт, по мнению Алексеева, представляет собой первичную правовую общность. Правовые институты призваны регламентировать отдельные участки, фрагменты, стороны общественной жизни. Институт – это составная часть, блок, звено отрасли права социального обеспечения. Институты обладают относительной автономией, так как касаются в известной мере самостоятельных вопросов. Примеры зимы здесь могут выступать институт трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, институт пособий гражданам, имеющих детей, и так далее. Правовой институт, как правило, небольшой по объему и не содержит в себе каких-либо других подразделений. К подобным институтам можно, в частности, отнести институт пособий по временной нетрудоспособности. Но в праве социального обеспечения есть и сложные институты. Будучи относительно крупными, они имеют в своем составе более мелкие самостоятельные образования, которые называются субинститутами. Например, субинститутом государственного пенсионного обеспечения является обеспечение лиц социальными пенсиями. Институты отрасли права, регулирующие социально-обеспечительные отношения одного рода, объединяются в подотрасли права социального обеспечения. Таких подотраслей пять. Это социальное страхование, государственное пенсионное обеспечение, социальная поддержка, социальная помощь, социальное обслуживание. Все названные подотрасли регулируют отдельные массивы социально-обеспечительных отношений. Основу всех структурных элементов системы права социального обеспечения, естественно, составляют нормы права. Норма может выражать общие принципиальные положения, касающиеся в равной степени всего комплекса общественных отношений в целом, либо может закреплять правила, касающиеся только одного вида отношений, входящего в предмет правового регулирования. С учетом этого нормы, указанные отрасли, образуют общую и особенную части. К общей части отрасли права социального обеспечения относятся такие институты, как принципы и задачи правового регулирования, институт оснований и задач обеспечения, субъекты права социального обеспечения, институт основных прав и обязанностей субъектов и так далее. Право социального обеспечения является сравнительно молодой правовой отраслью. Об этом говорит тот факт, что ее общая часть окончательно еще не сформирована. Основной причиной такого положения является отсутствие до сих пор единого кодифицированного правового акта, который бы закреплял основные положения всех существующих институтов права социального обеспечения. На формирование общей части влияет и то обстоятельство, что развивающиеся рыночные отношения заставляют менять приемы и воздействия государства на отношения, входящие в предмет этой отрасли. Протерпевают изменения и принципы правового регулирования, пересматривается круг субъектов правоотношений и так далее. Так, например, до недавнего времени право на пенсию было неразрывно увязано с наличием трудового стажа. В настоящее же время государство предоставило возможность получать пенсию и без такового, то есть так называемые социальные пенсии. Особенно существенные изменения в общую часть права социального обеспечения были внесены федеральными законами, принятыми в декабре 2001 года, которые проложили начало пенсионной реформе. Продолжая до настоящего времени формироваться и особенная часть права социального обеспечения, как отрасли права, в ее структуре уже сейчас можно выделить комплекс устоявшихся подотраслей, которые были перечислены выше, а также комплекс институтов, нормы которых имеют собственную часть предмета и особенности метода регулирования. В зависимости от того, охватывает ли эта часть предмета все виды однородных отношений или лишь только отдельные из них, регулируемые данные совокупностью правовых норм, они группируются в подотрасли институты либо в субинституты. Первой в особенную часть входит подотрасль социального страхования. Ее предмет, особенности субъекта и метода регулирования определяют закон об основах обязательного социального страхования. Нормы института страхового трудового стажа регулируют отдельные элементы, общие для тех видов отношений, в основе возникновения которых в качестве самостоятельного юридического факта содержатся требования о наличии страхового либо трудового стажа. Нормы данного института закрепляют виды страхового трудового стажа, виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, а также других, указанных в законе периодов, включаемых страховой или трудовой стаж, также правила и порядок исчисления страхового стажа и порядок его доказывания. Важнейшим институтом подотрасли социального страхования считается институт обязательного пенсионного страхования. В 1970-х годах в науке права социального обеспечения даже обосновывается идея о формировании в системе этой отрасли самостоятельной подотрасли – пенсионного права. Однако в настоящее время эта идея временно утратила свою актуальность, но она сохраняет свою научную ценность на будущее. Институт пенсионного страхования в свою очередь состоит из ряда субинститутов, их нормы регулируют отдельные виды пенсионных отношений, в зависимости от юридического факта, с которыми связано назначение пенсии. Это субинституты трудовых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Некоторые из этих субинститутов также имеют сложную структуру, поскольку внутри них нормы объединены в определенные группы. Так, например, в Институте трудовых пенсий по старости выделяют обособленные группы норм, регулирующие трудовые пенсии по старости на общих основаниях и досрочные пенсии по старости. Государственное пенсионное обеспечение окончательно сформировалось как подотрасль права социального обеспечения с принятием и вступлением в силу с 1 января 2002 года закона о государственном пенсионном обеспечении. После принятия данного закона произошло распределение пенсий, выплачиваемых из государственного бюджета на основе распределительного принципа, с пенсиями, выплачиваемые по обязательному пенсионному страхованию на основе накопительного принципа. Субъектами получения государственного пенсионного обеспечения являются лица, точно определенные законом, а субъектами получения трудовых пенсий по обязательному социальному страхованию в соответствии со статьей 4 закона об обязательном социальном страховании являются только застрахованные лица. К подотрасли государственного пенсионного обеспечения относится и такой правовой институт, как пенсионное обеспечение военнослужащих и лиц, приравненных к ним. Указанный институт регулируется законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей. Или просто так называемый закон о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу. Представляется, что институтом государственного пенсионного обеспечения является также ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое вместо пенсии судьям, находящимся в отставке. Социальная поддержка, как подотрасль права социального обеспечения и элемент его особенной части, наиболее отчетливо образовалась после принятия закона о монетизации льгот. Этот закон, внеся дополнения и изменения в существующие законы, по существу очертил границы такого социального правового явления, как социальная поддержка. К сожалению, законодатель дает определение социальной поддержки только в одном законе – о социальной защите инвалидов. Тем не менее, анализ других нормативных актов, которыми устанавливаются меры социальной поддержки, позволяет дать следующее определение рассматриваемой подотрасли. Итак, социальная поддержка, как подотрасль права социального обеспечения – это совокупность правовых норм, регулирующих предоставление социальных гарантий лицам, указанных в федеральных законах и законах субъектов РФ, с целью повышения их социально-экономического статуса без учета факторов застрахованности и социальной недостаточности этих лиц. Субъектами реализации государственной социальной поддержки являются федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ. Социальная поддержка, в свою очередь, подразделяется на институты. Институт социальной поддержки ветеранов, социальной поддержки инвалидов, лиц, подвергшихся радиационному воздействию и т.д. Каждый из институтов включает множество субинститутов, таких, к примеру, как поддержка участников Великой Отечественной войны, поддержка ветеранов боевых действий, детей-инвалидов и т.д. В качестве особой правовой общности в праве социального обеспечения специалисты всегда выделяли социальную помощь. Социальная помощь, как подотрасль, получила второе дыхание с принятием специального закона о государственной социальной помощи. Нормы, входящие в данную подотрасль, регулируют порядок оказания социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также предоставление социальных услуг гражданам, указанным в законе. Вместе с тем предметом ее регулирования не являются отношения, связанные с предоставлением гражданам льгот и мер социальной поддержки, установленных законодательством РФ. Законодательство о государственной социальной помощи состоит из законов о государственной социальной помощи, законов о прожиточном минимуме, а также других законов и других нормативных актов. К правовым институтам социальной поддержки относятся институт социальных пособий, пенсии, субсидий, социальных услуг и институт необходимых жизненных товаров. товаров. Сложной подотраслью входящей в право социального обеспечения считается социальное обслуживание населения. Правовую основу этой подотрасли составляет закон о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов и закон об основах социального обслуживания населения. Субъектом получения социальных услуг являются только лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, которую преодолеть самостоятельно они не могут. Социальное обслуживание состоит из множества институтов, подразделяемых в зависимости от вида социальных услуг. Среди них институты социального обслуживания в стационарных учреждениях, социального обслуживания на дому, срочной социальной помощи, реабилитации инвалидов и т.д. Нормы всех рассмотренных выше институтов регулируют материально-обеспечительные отношения. В предмет права социального обеспечения входят также обеспечительные отношения процедурного и процессуального характера. Эти отношения регулируются нормами специальных институтов по установлению юридических фактов, по разрешению жалоб и споров юридической ответственности. Нормы, регулирующие этот вид процедурных отношений, входят составной частью содержания тех институтов, нормы которой регулируют конкретные виды общественных отношений. Таким образом, система отрасли права социального обеспечения – это определенным образом организованная совокупность подотраслей, институтов, субинститутов и правовых норм, которые объективно формируются как отражение реально складывающихся социально-обеспечительных отношений в стране. Система отрасли права социального обеспечения отличается от системы науки о социальном обеспечении. Система науки традиционно более широка, чем нежели система отрасли. Так, в общую часть науки включаются такие институты, как понятие, предмет, метод, система, правоотношения, принципы, источники права социального обеспечения, а также истории и перспективы развития этой отрасли. Особенная часть науки совпадает с особенной частью этой отрасли права, поэтому состоит из тех же подотраслей и институтов. Таким образом, мы с вами рассмотрели понятие «система права социального обеспечения», которая подразделяется на общую и особенную часть. Однако, если заглянуть в иные источники права социального обеспечения, то мы увидим, что некоторые авторы наряду с общей и особенной частью выделяют также специальную часть. Поскольку предмет права социального обеспечения тесно связан с трудовым правом, то и в трудовом праве и в праве социального обеспечения выделяется общая, особенная и специальная часть. Специальная часть права социального обеспечения посвящена таким вопросам, как международно-правовое регулирование права социального обеспечения. Данная часть рассматривает такие вопросы, как субъекты состав на международном уровне, которые осуществляют защиту прав в области социального обеспечения, также нормативно-правовые акты международного уровня, которые закрепляют права субъектов и предоставление различных видов социального обеспечения. Таким образом, наиболее полным представляется система права социального обеспечения, которая состоит из трех частей. На этом лекция номер три окончена. Продолжение следует...